Днепр Точнее на Каневское водохранилище Хорошо чувствуется, когда начинаешь настраивать Какие вещи действительно нужно описывать и что рассказывать Вот сейчас вроде бы простые моменты Но мы адаптировали аппарат для того, чтобы записать видео И я прокомментирую, что мы сделали, чтобы получилось хорошо Во-первых, мы выбрали такую теневую зону Выбрали такую зону, где я нахожусь целиком в тени И освещение, несмотря на то, что здесь солнечный свет поступает со всех сторон На меня падает вот такое освещение от неба Я нахожусь целиком в тени На лице нет и на фигуре нет каких-то пятен Перепадов яркости, которые бы портили кадр Видите, если вы будете снимать видео Попробуйте сразу же повернуться, встать в такое положение Для того, чтобы получить мягкое теневое освещение Второй момент, который нужно сделать Это повращаться на одном месте И постараться найти направление В котором бы свет контровой, сзади поступающий Не делал для цифровой камеры Мою фигуру, фигуру фотографируемого Снимаемого в виде силуэта темного Вот мы выбрали такое направление, где яркость неба Наименьшая в том направлении И начали в этом направлении снимать Второй интересный момент, который мы учли Это красивый вид Видите, мы постарались тоже выбрать такую точку Где бы на заднем плане что-то было интересное В данном случае это вот уходящая в сторону музея аллея И естественно сама достопримечательность, о которой я говорю И съемку ведем таким образом, чтобы эта аллея выглядела симметрично Чтобы задний план смотрелся не менее красиво, чем выступающий Не менее интересный Потом Вероника меня снимает Я сразу обратил внимание, казалось бы, на простые вещи Но о которых мы постоянно забываем О том, что линия горизонта должна находиться Должна быть ровной Известный такой мем Горизонт завалим Горизонт должен быть ровный И это сразу же отображается, если вы смотрите видео То это становится заметно Поэтому камеру нужно выставить горизонтально И постараться сделать так, чтобы в кадре голова моя не оказалась в центре кадра Обычно для того, чтобы получить такую съемку Сначала фотоаппарат наводится на лицо А такие камеры, которые мы используем Olympus Pen Они имеют просто систему распознавания лица Поэтому достаточно компоновку сделать так Чтобы голова оказалась выше центральной линии И наконец последний момент О котором все забывают Но который стоит учесть, чтобы хорошо получилось Это то, что задний план не должен как-то пересекаться с выступающим Ну вот часто распространенная ошибка Когда снимают на заднем плане дерево И это дерево начинает торчать из уха человека Или какой-то объект, там фонарь Очень смешно это выглядит И мы здесь даже уже поснимали некоторые объекты В шуточном ключе Сфотографировали памятник На голове которого оказалась там сзади Вон она напорная башня, которая выглядит как шляпа Или еще какие-то вещи Комически игра с масштабами очень интересно выглядит Но если это происходит случайно Особенно когда человек о чем-то серьезном говорит Он не улучшает кадр Поэтому надо постараться сделать так Что даже при съемке видео у вас была интересная хорошая портретная фотография Обычно мы даже стараемся сделать Вот современная техника Интервью снимается в режиме портретной съемки На максимально длинном фокусе Однако здесь важно не переусердствовать Объясню почему Современные устройства Они должны еще кроме изображения При записи видео записать звук И если расстояние между камерой и выступающим больше одного метра То начинаются всякие сложности Подул ветер Качество голоса снижается Проехал какой-то автомобиль Что-то, какая-то помеха добавилась Особенно если это на оживленной трассе Важно придавать этому значение Вот наш опыт показал Что дистанция должна быть порядка метра, полутора Тогда все будет нормально Конечно в этой ситуации Кадр достаточно получается широкоугольный Ну вот компромиссное состояние Можно было бы попросить снимающего отойти немного дальше Выдвинуть объективы Таким образом получить наиболее интересное телеположение И размыть задний план сильнее Однако для того, чтобы получился качественный хороший звук Мы вот снимаем в компромиссном положении Ну а саму видеосъемку мы ведем чаще всего В обычном режиме автоматической видеозаписи Есть отдельная кнопка Она часто рядом находится со спусковой кнопкой Поэтому переключиться в режим видеозаписи Можно практически в любой момент Это и задача оператора снимающего Тоже уделить внимание тому, чтобы человек, который выступает в кадре Выглядел презентабельно Если вы снимаете, вы ведете съемку Вы должны оценить Насколько хорошо лежат волосы Не замялся ли воротник Правильно ли сформирована прическа Я вообще стараюсь, если снимать репортаж Я делаю укладку, достаточно быструю укладку феном за 5 минут И это во многих случаях решает вопрос Потому что волосы не падают на глаза Прическа имеет какую-то оформленную конфигурацию И все в кадре смотрится нормально Но вот сегодня мы рано просыпались Встали в 6 часов Я проспал Вероника меня разбудила, слава богу В общем, продрали глаза Сейчас выпили кофе И настроение, естественно, изменилось Уже совсем по-другому Чувствуется, воспринимается все Но укладку я сделать, друзья мои, не успел Кроме укладки, есть еще параметры Которые улучшают внешний вид Ну, рубашка, воротник, какие-то вещи, складки лишние Даже я стою, смотрю, чтобы свет не падал как-то неудачно Так, чтобы впереди был виден выступающий живот Или какие-то элементы фигуры, которые не очень хорошо смотрятся Ну и, конечно, настроение, которое должно чувствоваться, передаваться зрителю С утра было настроение, честно говоря, мы спали, сонно А потом вышли на набережную Украинки И вот этот потрясающий вид Красотища Потому что, представьте себе С одной стороны, многоэтажки Живут горожане А с другой стороны, огромная панорама водной глади На ум приходит мысль, что хорошо жить в таком доме Садишься утром, выходишь на балкон Наливаешь чашечку кофе И любуешься потрясающим видом Который открывается прямо из окон твоего дома Кроме того, мы заметили, почувствовали, что здесь легко дышится Совсем не так, как в городе Ну и, естественно, сразу же купили по стаканчику кофе И настроение наше улучшилось Вот это настроение, оно тоже должно передаваться Я вообще стараюсь Вот еще из своих работок могу сказать, что я мало улыбаюсь И я слишком много концентрируюсь на том, о чем я говорю Нужно время для того, чтобы адаптироваться к камере Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!